Источник и последствия антисемитизма Это серьезный вопрос, актуальный вопрос Многие соглашаются, многие не соглашаются Но антисемитизм имеет место в наше время И мы будем об этом говорить с нашим дорогим, хорошим, добрым и Божьим слугой, Божьим служителем Отец Сергий у нас в гостях, кто не знает, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Владыка Сергий Шаббат шалом, приветствую всех в еврейском взгляде Приветствуем вас и спасибо, что вы согласились принять участие в нашей передаче И на такую тему, я не знаю, друзья, может быть уже для вас это какой-то нонсенс Да, сюрприз Православный служитель, священнослужитель И будет говорить на тему антисемитизма Да, очень важная тема, и еврейская, и православная, общая наша тема Да, друзья, и как вы знаете, наш сезон продолжается Мы говорим уже несколько передач на тему благословения и проклятия И то, что мы видим, что в Писании середины нет Вот как ни крути, есть или одна сторона, или другая сторона И сегодня она будет так вот конкретно, как уже заявлено, очерчена Мы будем говорить об отношении к еврейскому народу, об антисемитизме Поэтому, если у вас есть вопросы по этой теме И также, если у вас есть вопросы к нашему дорогому гостю Мы будем очень рады, если вы их пришлете под тем плеером, где вы смотрите нас сейчас Да, Facebook, YouTube, Бог ТВ, но лучше, наверное, Facebook Потому что мы не можем успевать во все источники смотреть Мы ведем передачи У нас пока штат служителей еврейского взгляда маленький Нам нужны модераторы Так что, если вы хотите, мы вас приглашаем Будете у нас служить и помогать в нашей передаче Ну что же, наверное, будем встречать шаббат Да, начнем с шаббата Потому что без шаббата и без празднования шаббата Но куда можно пойти? Никуда не пойдешь А если пойдешь, то в яму пойдешь Или снег в башка попадет, совсем больной будешь Поэтому, ну что же, жена соведущая и по совместительству жена Или жена и по совместительству заведущая Зажигает свечи И я с радостью зажигаю свечи со всеми дорогими женщинами, которые нас смотрят Давайте будем это делать вместе Баруха та Адунай, элухейну мелаха улам, ашерки чану, беешуах амашеях, орха улам веадон шаббат Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, осветивший нас, Ешуа Мессией, Светом Миру и Господином Шаббата Амин Я вспомнил, отец Сергий, как раз в этом сезоне у нас была тема законничества или законники Законники, современные законники, как их распознать И у нас был общий нас знакомый, вы знаете, Игорь Русняк, доктор теологии И как раз вопрос коснулся празднования шаббата И он говорит, вы знаете, что говорит Праздновая шаббат, можно его праздновать по-законнически А можно праздновать в духе свободы Поэтому, когда Маша зажигала свечи, я подумал Друзья, если рядом с вами нету помощницы, которую Господь мне, например, дал И у вас нету, ничего страшного будет Или если рядом с вами нету женщины, мамы или сестры В этом братском круге Вы можете свободно зажечь свечи И просто встретить шаббат Потому что мы это делаем перед Господом во имя Его Он господин шаббата Господин шаббата, да И Он дал нам в шаббат Радоваться, веселиться в духе свободы А не законничества или правил каких-то Да Вот то, что я вспомнил Поэтому я позволю себе тогда сделать кедуш Кедуш Пожалуйста Это виноградный сок Не переживайте Это виноградный сок Это не вино Благословен Ты Господь Бог наш, Царь Вселенной Даровавший нам плод виноградной лозы Аминь Аминь Благодарим Господь И можно сделать лехайм Ну а я помолюсь С хлебом Отец Сергий Вкус Вкус Специфический Прекрасный А у меня халы У меня халы Ну по-русски просто плетенка И это очень красивый обряд Очень мне он нравится И знаете Сегодня ведь шаббат Такой вообще Очень специфистский Да Весьма Весьма Дело в том, что сегодня Первая Ниссана Да Да Сегодня первая Ниссана Новомесячие Да, еще И Ниссан Это Ну для автомобилистов Это хорошая машина Я помню Для автолюбителей Вот значит Ну а для всех Кто Библию чтит Как Божье слово Это месяц нашего исхода Месяц Пасхи Месяц Свободы Месяц Благословения И вот две халы Знак того, что действительно На протяжении долгого времени Пока мы странствовали в пустыне Двойная порция выпадала к шабату Нам такой сюрприз был Раз в неделю Это происходило чудо И это действительно Прекрасно Мы ели хлеб ангелов И вот этот ангельский хлеб Означает как раз Эти халы прекрасные Я помолюсь И благодарю Бога Всемогущего Вместе с вами Надеюсь, моя семья Тоже смотрит сейчас По крайней мере В записи уж посмотрят Да Благословен Бог наш Царь Вселенной Давший нам хлеб Из земли Аминь 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 Можно приломать Это не бутыфори Это живые Я запах Чувствую Дайте нам тоже Чуть-чуть попробовать Вкусные халы И вот нам уже здесь Передают друзья Приветы Шаббат шалом Нам пишут друзья Из Германии Из Харькова Спасибо Друзья пишут еще Что Смотрич Друзья И смотрич Даже есть Спасибо за ваши Шаббатные приветы Нам это очень Ценно И мы знаем Знаете как Это так радостно Осознавать Что разные страны Разные города Разные семьи Сейчас просто Объединены этим Шаббатом И в Шаббате Нет никакого Чувства одиночества Ну невозможно Быть одному В Шаббате Ни одиночества Ни смущения Ни стеснения Ни тревог Да В Шаббате Мы имеем Что Шалом Шалом Поэтому Шаббат Шалом Шалом Знаете Когда вы только Что сказали Что Когда мы Вышли Из Египта Мы были В пустыне У меня Сразу Такое Щелкнуло Может быть Нас просто Смотрят Разная Аудитория И может быть Кто-то Сейчас подумал Я не понял Как это так Православный Батюшка Когда Когда Он Что-то мы пропустили Когда же Они вышли Из пустыни А я вам скажу Нет Я Я вас поддерживаю Почему Потому что Если внимательно Читать Слово Божие То Из Египта Исход Совершил Не только Евреи Да Но Те Разные Народности Племена Которые Были в Египте Да Жили Среди Евреев Жили Среди Египтян И Разный Народ И те Которые Уверовали Увидя Вот эти Десять Казни Да Они Вместе С Евреями Вышли В пустыню Поэтому Кто его знает Может быть ваши там Да И точно Наверняка вышли Да А тем более что Пасха Это действительно Праздник веры В первую очередь Есть ведь Еврейские Предания Древние Что Только лишь Одна треть Евреев Некоторые говорят Одна пятая Лишь часть Евреев Живших в Египте Вышли Вот Но Обычно Сегодня Говорят Что Две трети Вышло евреев Проживавших А треть Осталась Отпала неверием Даже после всех казней Соблазнились Притнулись Личность Моисея Не понравилась Мало ли что Даже чудеса Знамения Порой Они не доказывают Истинности Будем так говорить Для многих Вот Но за место Отпадших неверием Многие привились Верою С разных народов Проживавших там В Египте И действительно Пасха На мой взгляд Это праздник Он не узконациональный Он интернациональный Это праздник веры Праздник радости Праздник любви Божьей К человеку И человека К Богу Веры Не только В исход Да Но Самая главная Пасха Песах Это вера В пасхального Агнца Да Сына Божьего Да И еще Агамашия А новозаветный формат Он вообще Расширяет Пасху Действительно Для всего Человечества Через Иешуа Машияха Через Иисуса Христа Да Аминь Ну что Идем дальше Отец Сергий Вам предостаётся Честь Благословить Жен Да И Уже И детей И детей И внуков Поэтому Я знаю Что у вас Большая семья И может быть Вы кратко Да Шестеро детей Один внук Пока только один внук Но это уже начало То есть началось Моё дедство Да В еврейской традиции Тем более Во время празднования Шаббата Муж благословляет Свою жену И родители Благословляют Своих детей Такое семейное Такое Благословение Которое Еврейский народ Принял От самого Бога Который благословлял И сказал Благословляй Дальше Род твой Поколение твое Мы об этом Ещё поговорим Благословите Пожалуйста В лице Вашей семьи Семьи Наших друзей И наших Зрителей Да Хотя в студии Здесь нет Сейчас моей супруги Но Я Пользуюсь Вот этим Уникальным Случаем Возможностью Эфира Хочу прямо сейчас Благословить её Благословить И супругу И детишек наших Всех И внука Нашего Уже первого внука Именем Господнем А также Все Дома Ваши Семьи Кто сейчас Смотрит В прямом эфире Или же Потом в записи Будет смотреть Благословляю Во имя Господа Иисуса Христа Ишуа Машиаха Благословляю Пусть Мне трудно Сейчас тут Как бы Вот именно В общем Всех сразу Благословить Но я скажу так Это прекрасные слова Да Прекрасные слова Благословения Вот А можно спеть? Можно и спеть Потому что Если так уже Пошло дело И пошла руля То тем более Когда мы Благословляем Жен Тот Не мощнейший Сосуд Но Но То В чем Нуждаются Мужины Да Я наверное Помолюсь сейчас В общем А вы наверное Спойте Вот своей жене Как раз Я могу Спеть Дорогие друзья Я могу Спеть По-сетински Ну тоже Хорошо И по-грузински И по-грузински И по-еврейски Ну вот И Прошу Божьей милости Сейчас Мужья Любите своих жен Да И Прямо сейчас Благоставляйте своих жен И Вместе со мной По этим Слова Любви Слова Благодарности Слова Благоставения Вот Благоставляю Свою супругу Сейчас Инну Сергеевну Благоставляю Наших детишек Благоставляю Дочерей своих Сыновей У нас Три сына И три дочери И каждого из них Благоставляю Сейчас Во имя Господне Благоставляю Благоставением Священническим Я хочу спеть Это благоставение Я очень люблю Благоставение Каэнов Священников Особенно Переживание В моей жизни Вызывает Это благоставение Потому как Действительно Бог Сегодня Через Христа Иисуса Через Мессию И Иешуа Благоставляет Нас Да благоставит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Свою На Тебя И даст Тебе Мир Благоставение Яберехеха Адонай Ве Ишмареха Яхерадонай Панавелиха Вихунекха Исада Адонай Панавелиха Ве Яселеха Субтитры делал DimaTorzok Ваш покой в нем, в Господе, в сегодняшнем дне. Вечность в этом временном, великая в этом малом. Аминь. Аминь. Я не знаю, как вы, дорогие зрительницы, жены, мамы, сестры, бабушки, но я принял благословение Аарона. Слава Богу. Я вошел в ваше благословение. Спасибо. Это было очень духовно и душевно. Спасибо. Два в одно. Слава Богу. Благодарю Бога. И я каждый раз, знаете ли, тоже особенно переживаю шаббат. Для меня это как действительно кусочек вечности в этом временном, будем так говорить, в потоке времени. Вечность, она проникает. И я окунаюсь в эту вечность. И я об этом говорю своей жене, своим детям. И это действительно для нашей семьи это еще и возвращение к еврейским корням, к традициям. И для нас это тоже действительно как репетиция будущего царства, грядущего царства. Вечного шаббата. Вечного. Вечного шаббата. Шалома. Не зря Ешева сказал через своих слуг, пока есть время, пока окна небесные открыты, шаббатствуйте. Да. Шаббатствуйте не только в шаббат, но и в понедельник, во вторник, в среду и всю неделю шаббатствуйте. А в шаббат особенное время шаббатствуйте. Это да. И мы говорили о том, что шаббат, он на самом деле особенный Божий праздник, потому что при творении Бог благословил только три, скажем так, вещи. Это животных, чтобы они плодились и размножались, людей и день субботний. День шаббатний. Поэтому шаббат, друзья, это такой на самом деле Божий семейный праздник, который объединяет и очень близко-близко нас соединяет с нашим Господом, с нашими небесами. Аминь. Ну и, дорогие друзья, прежде чем мы приступим к нашей теме, мы хотим, чтобы вы подготовили к нам ваши вопросы, особенно к отцу Сергию, и присылали, и имели с нами такой диалог. Нам будет это очень приятно. Через некоторое время мы будем с вами в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Шаббат шалом, дорогие друзья, еще раз. Если вы только недавно подключились или прямо сейчас, это прямой эфир передачи «Еврейский взгляд». И у нас сегодня тема «Источник и последствия антисемитизма». У нас гость отец Сергий, архиепископ Реформаторской Православной Церкви. И мы начинаем нашу передачу, нашу тему. Да, и перед тем, как мы начнем, мы, конечно же, напомним нашим друзьям, что у нас есть наша шабатняя викторина, так как у нас 10-й юбилейный сезон. И быстро я вам скажу условия участия в викторине и получения приза от нашего еврейского интернет-магазина «Шафар». Дорогие друзья, если вы самыми первыми ответите правильно на наш вопрос в фейсбуке «Еврейского взгляда», то у вас будет возможность получить сертификат от нашего интернет-магазина «Шафар» на 100 гривен на покупку любой продукции. И также напоминаем о том, что наш еврейский интернет-магазин «Шафар» имеет достаточно информации, которую можно получить бесплатно. Разные ссылки, разные проповеди, разная музыка. Поэтому, друзья, заходите в интернет-магазин «Шафар» и просматривайте. Ну и, конечно же, наш вопрос, друзья, сегодня непростой. Вот, он связан с нашей темой. И вопрос звучит так. Мы знаем, что Аман... Аман! Аман, ух, и все там, наверное, уже затопали ножками по еврейской традиции. Аман – представитель антисемитизма в Библии. Один из героев, который выражает антисемитизм. Из плохих героев. Из плохих героев Библии, который очень пропитан этим антисемитизмом. И он происходит из рода Амаликитян или Амалика. Вопрос вот в чем. Вам нужно назвать родоначальника Амаликитян. Кто был первым? Родоначальника. Кто, откуда пошел этот род Амалека? Ждем ваш ответ. Все? Да, все. Начинаем нашу тему. Бегите вперед, чтобы достигнуть, получить 100 шекелей. В фейсбуке «Еврейского взгляда» ждем правильный ответ. Да. Ну что же, ответ, Сергей. Да. Вы самые прекрасно знаете, что эта тема не на час и даже не на два часа. Огромная тема. И очень важная. Важная, серьезная, актуальная тема. И я думаю, что она была актуальна во все времена. Да. Особенно в эти последние дни. Да. Но мы попробуем вместе с вами поговорить об этой теме хотя бы так, чтобы какие-то важные моменты затронуть. И я думаю, что, может быть, некоторые зрители вообще не знают, что значит антисемитизм. И будет правильнее, если мы начнем с определения антисемитизма. Что такое антисемитизм. Да. И у нас есть некоторые источники, нашли такое чисто, как могут все, например, зайти, загуглить и могут все узнать, что такое. Так. Какое определение антисемитизма. Да, есть разные определения антисемитизма на самом деле. Если мы значение слов сразу определим, то половину проблем мы сразу решим для себя уже. Это точно. А ну, Маша. Так, то, что мы нашли, это звучит так, что антисемитизм это форма национальных и религиозных предрассудков и нетерпимости и враждебное отношение к евреям. Сам термин антисемитизм появился в 1870 году. В ходе истории антисемитизм принимал различные формы. От заведомо ложных обвинений и всякого рода дискриминаций до массовых депортаций, кровавых погромов и геноцида. Крайнюю форму приобрел в политике германского фашизма в 30-40-х годах. Вот так. То есть антисемитизм напрямую связан с еврейским народом. Да. Не просто идет речь о семитских народах в целом, а идет речь антисемитизмом. Обозначают именно ненависть к еврейскому народу, вражду против еврейского народа. Вот так кратко. Да. Если кратко, чтобы было понятно, это вражда против еврейского народа. Это ненависть к еврейскому народу, скрытная ненависть, скрытая, или же бывает даже и открытая. Или тем более в такой, в самой крайней форме, как погромов и прочее, прочее. Кто-то может сказать, ну и я, представитель моего народа, тоже переживал какие-то, например, гонения или давления. Конечно. Но вы со мной согласитесь, что то, что еврейский народ переживал, переживает, и, наверное, будет еще переживать, никакой другой народ не переживал столько давлений, гонений, несправедливых отношений. Да, согласен. Так оно и есть. Из истории, из мировой истории, на самом деле, трудно даже какой-либо народ поставить рядом с еврейским. Хотя многие народы страдали в своей истории и страдают, но Израиль стоит здесь особняком. Дело в том, что и само рождение Израиля было чудесное и особенное. В такой не очень уже тогда дружной семье народов нашей планеты, Бог, решая свою генеральную задачу и план спасения для осуществления этой идеи, освящения этого мира, спасения этого мира, создает еще один народ. Казалось бы, решение не очень правильное, даже чисто по-человечески. И так много народов уже, и так уже вражда и конфликты. Но здесь Бог берет и создает еще один народ, испытывая Абрама, Абрама, делая из него Афрахама, Исаака, Якова, патриархов рождая. И действительно, говорят, есть еврейский всемирный заговор. Я говорю, да, точно есть. Во главе этого заговора сам Господь Бог всемогущий. Да, и главным действующим лицом, значит, знаете ли, в этом всемирном заговоре стал сам Господь наш Иисус Христос и Ишуа Машиах, который является светом просвещения всех народов и славой народа своего Израиля. Только люди, наверное, не понимают или не совсем разумеют, о каком заговоре имеется. Заговор по спасению всего рода человеческого, всего тварного этого мира. Спасению от чего, от кого. Если мы затронули этот момент, очень интересное наблюдение, дорогие зрители, рождение антисемитизма или зарождение антисемитизма, потому что наша тема называется источник и последствия источника антисемитизма. Откуда он появился? Как он родился? И я вот хочу прочесть одно местописание. Вы уже об этом упомянули. Но давайте прочтем Бытие. Бытие, 12 глава. С первого стиха. И сказал Господь Аврааму, он еще не был Аврагамом, он был Авраам. Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И вот теперь третий стих. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Злословие идет, как в переводе строго, это как проклятие. То есть проклинающих тебя я прокляну. И это сказал сам Господь. Это то, что вы говорили. Да. Точка запятая. Это призыв Авраама, который еще был Авраам, который еще был один. И Бог призвал Авраама, и мы все знаем, что через Авраама Бог произвел народ Израиля. Да, по обетованию своему все исполнилось. И даже практически главные, основные религии знают это. Да, конечно. И вот в этом третьем стихе я увидел очень интересный момент. Вот в этом третьем стихе Бог уже заранее провозгласил, что тот, кто будет проклинать тебя, злословить тебя, тот будет проклят. Это как бы своего рода зарождение, параллельно зарождение антисемитизма, уже как бы пророчески родился параллельно рождению народа Израиля через Авраама. Что вы об этом скажете? Ну да, с самого начала получается, действительно, так оно и есть. Появился народ Израиля, появился антисемитизм. Сразу, буквально, с самого зачатия своего уже уже ненависть появилась, да, вражда. И Господь не говорил Авраама, что тебя будут только благоставлять. Он говорил, что и будут проклинать. Увы, этот мир, лежащий во зле, он знает не только светлую сторону, он знает очень много темного. И Авраам это испытал в своей жизни, и его потомки это испытывают до сих пор в своей жизни. Да, и там даже, кстати, фараон, который что-то имел к жене Авраама, он тоже потерпел определенные последствия. Да, даже если человек действовал, как бы, антисемитизм часто такой, знаете ли, такой неумышленный, будем так говорить. Я с этим чаще всего сталкиваюсь. Чаще всего он такой совершенно искренний, как бы бескорыстный и совершенно, ну, будем так говорить, без какого-то там даже подтекста какого-то, знаете ли. Вот, и, но все равно, есть как закон, допустим, всемирного тяготения, да, значит, он действует независимо от того, знает человек это или не знает. Вот, и здесь духовный закон показан на самом деле, благоставение и проклятие. Он работает вообще везде, этот закон действует, но наипаче действует там, где Бог действительно это провозгласил. Значит, в потомках Авраама это действует. Ни в каком другом, ни для какого другого народа Бог это не провозгласил. Да, да. Ни для какого другого, только для Израиля. И вы правильно сказали вначале, что Израиль, народ Израиля, он как тот народ среди народов, которого Бог избрал для освящения. Создал даже, создал именно для освящения, для спасения, и с особой миссией получается, действительно, как, это как Христос, будем так, народ Христос, который действительно имеет особую миссию, особое поручение, и сам спаситель всего мира родился именно в Израиле, потомок. Очень, очень интересно. И говоря еще вот об этом прекрасном третьем стихе, что благословлю благословляющих тебя и проклину проклинающих, хочется напомнить нашим зрителям об этом интересном слове, самом проклятие. Мы уже говорили в наших передачах раньше, что в нашей Библии мы читаем слово проклятие просто вот как одно, вот проклятие, вот здесь, проклятие там, проклятие там. Но если мы читаем Тору с Эврита, мы видим, что само слово проклятие в Торе употребляется в разных словах. Есть слова Кала, Мейра и Алла. И все эти слова, они имеют разный оттенок, разное проклятие. Так, например, Кала это пожелание материального или физического убытка, ну как проклятие, да? А Мейра это духовное наказание в следующем мире. И вот как раз в этом местописании относительно Авраама здесь звучат два слова. Что те, которые Кала, те, которые желают физического убытка или физического ущерба евреям, еврейскому народу, те, которые проклинают их здесь, в физическом мире, Бог говорит о себя, от себя, что я прокляну. То есть и употребляет слово Мейра. То есть будет последствие не только в этом мире, но и в грядущем духовном мире. На самом деле мы просто видим, что это не просто вот какие-то отношения на одной плоскости, но Бог очень сильно говорит здесь за свой народ и ставит такую вот защиту не только в этом мире своего народа, но и говорит о последствиях в будущем. Отец Сергий, такой вопрос, я думаю, что для зрителей тоже будет интересно услышать. Вы священнослужитель православной церкви или конфессии, как называется правильно, что вы можете сказать в вопросе антисемитизма, православия? Касательно православия, да, я уже больше 30 лет являюсь православным церковно-священнослужителем. Из них первых 10 лет я почти без малов, да, я служил как традиционный православный священнослужитель, значит, традиционалист. У меня есть опыт и служения такого традиционного православного служения. Но последних 20 лет уже более чем я являюсь именно реформатором, как православный евангелист, миссионер, реформатор. И знаете, имея опыт и традиционного, и реформаторского такого служения православного, я скажу, что по моему мнению, из всех существующих христианских течений, не считая там какие-то небольшие, может быть, направления христианства, православие в целом, как ветвь, одна из ветвей такого многоветвистого, огромного древа христианства, православие, на мой взгляд, к сожалению, является самым антисемитским, к сожалению, к великому сожалению. И даже собор, недавно прошедший, вот в 16-м году, который мы так долго ждали, больше тысячи лет в православии ожидали этого собора. Да, большой был перерыв, огромный перерыв, тысячелетний перерыв, и знаете ли, было много ожиданий. В конце 19-го, начало 20-го веков, когда говорили о необходимости такого собора, знаете ли, то уже тогда звучали также призывы пересмотреть и еврейский вопрос. После Второй мировой войны, когда Римма-католическая церковь сделала очень важный шаг в покаянии перед евреями, в исправлении церкви, значит, на события Второго Ватиканского собора, к сожалению, православные иерархи в целом не поддержали подобные деяния, подобный пример. Отдельные церкви православные сделали шаг покаяния, отдельные церкви сделали очень хороший шаг, допустим, в Финляндии, православная церковь. После Второй мировой войны сделали и молитвы покаяния, значит, и примирение с евреями, и молитвы за гонимых евреев произносились, и благоставляли Израиль. Вот, да, Финляндия в этом плане очень сильно отличилась. Это когда была? Это 40-е, 50-е годы уже дальше. В Румынии также православная церковь после военных годы, это были 60-е годы уже, конец 50-х, начало 60-х годов. Также приносили молитвы покаяния, вот, и это было даже по распоряжению тогдашнего патриарха румынского, значит, и синода румынской православной церкви. У нас есть епископ там в Румынии нашей церкви, реформаторской православной церкви, это Богдан Ионеско, он трудится в Бухаресте, и когда он приезжает в Киев, он рассказывает, делится вот этими свидетельствами, потрясающими рассказами. Дело в том, что еще в самом начале 20-го века в одной из частей Румынии было такое духовное пробуждение, там Антоневску, Папевску, были другие румынские священнослужители православные, которые переводили Библию на румынский язык. И это были православные христиане, которые начинали читать Библию, начинали реформироваться, и это были евангельские уже такие верующие, знаете ли, как бы обращенные в живую веру уже такую, знаете ли. Это была одна из частей Румынии. Потом началось ужас Второй мировой войны, когда, то по всей территории Румынии, к сожалению великому, очень часто местное население сотрудничало с немецкими фашистами, и выдавало евреев, и принимало активное участие даже в убийствах до приезда немцев. Об этом есть много свидетельств немецкого командования, там эти рапорты, они даже как бы говорят, что румыны не дожидаются, пока мы приедем, мы приедем, они уже всех разграбили, поубивали уже там, выгнали и прочее. Но самое интересное, именно в той части, где было духовное пробуждение в начале 20-го столетия, где было много евангельски просвещенных румынских этих христиан, то там евреев не убивали и не выгоняли, наоборот защищали. И когда немецкое командование туда посылало своих хорателей, то эти православные христиане, евангельские верующие, они выходили и перекрывали дорогу для вот этих вот спецподразделений с хорубами, с крестами, и не допускали в свои селения вот этих вот, ну, извергов. И, знаете ли, и немцы поворачивались и уезжали. Была, оказывается, такая секретная директива, командование, по-моему, от Геббельса еще была секретная директива, что в тех регионах, где с точки зрения национал-социализма население является, как бы, ну, будем так говорить, сочувствующим евреям, да, значит, как бы, то там не принимать таких жестких мер, значит, и заниматься потом просто работой просветительской. Но получалось так, что вот на тех территориях немцы не смогли евреев преследовать. Вот, больше того, многие вот эти вот села румынские, они прятали евреев у себя, сохраняли их жизнь. И в послевоенные годы удивительное такое было природное явление в Румынии. Это заметили люди сразу, что на большей части, почти всей территории Румынии, не было дождя. Не было дождей, из года в год люди просто-напросто разорялись, нехватка продовольствия. Советский Союз сам голодал тогда, но посылали, значит, продукты туда, в Румынию, собирали, значит, и только лишь одна часть Румынии, небольшая часть Румынии не имела недостатка в дожде. У них было благоставение, земля была напитаема и давала большие урожаи. Они не голодали. Вот, самое интересное, специалисты исследовали это все. Это не было объяснимо ни розы ветров, ничем вообще, потому что по всему должны быть везде облака, но они были дождевые именно на этой части Румынии. Было лишь одно объяснение, и это объяснение духовное было. И коммунисты, скрипя зубами, ну, дали согласие на подобные церковные деяния, будем договорить, да? Значит, было объявлено через патриарха румынского, значит, патриархом, значит, синодом румынской церкви тогда, что это по грехам нашим, что из-за вражды к евреям, из-за ненависти, и плюс еще участие в убийствах, погромах, это несчастье, оно обрушилось на Румынию. Это было целенаправленно подчеркнуто, что именно в отношении евреев. В отношении евреев, да, было подчеркнуто именно в отношении евреев. Вот, значит, и священники были обязаны в храмах вести работу разъяснительную среди населения, объяснять, что, почем, почему нас это лихо вот посетило. Значит, и была молитва покаяния, значит, и примирение, значит, там каялись люди, просили прощения у Бога. Значит, я не знаю подробностей насчет покаяния перед евреями. Большая часть румынских евреев, тех, что выжили, они уже к тому времени были в Израиле. Вот, значит, но было чудо после этих покаяний, после вот этих вот, там делали крестные ходы, значит, покаяния, дождь пришел. И вот эти вот многолетние вот эти проблемы были решены. И вот до сих пор больше нет таких проблем. И Богдан наш, епископ Ионеско, когда он говорит, я приезжаю в село и проповедую, и касается он еврейского вопроса также, то старые люди, если молодежь, некоторые там говорят, ну, мало ли что, было, не было, старики говорят, было, мы помним, да, мы виноваты перед евреями, мы делали столько зла им, говорят, и вот за это Бог нас наказал, значит, и вот, и мы помним, батюшки ходили, все молились, потом был дождь после этого. То есть вот так вот, это в наши дни еще живы те, кто тогда вот пережил это все. Благословляющих тебя благословлю. Да, да, напрямую иллюстрация библейских слов. Дело в том, что то, что мы прошли в третьем стихе Эбботи, мы должны понимать, дорогие зрители, что Божий Бог произнес Слово, Его Слово живо и действенно. И Его Слово совершает то, для чего Он его произнес. И что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, как бы мы ни поступали, если мы нарушаем этот закон, то мы будем иметь последствия. Будем иметь на основании этого слова. Как сегодняшнее время, вы чуть-чуть упомянули, вот, Великий Собор, который в 2000 году произошел, но какой-то перелом есть. Почему я спрашиваю? Потому что я лично знаю, что, ну так досконально не знаю, но как бы вот знаю, что в православной церкви есть такие молитвы, как бы проклятия, к сожалению. К сожалению, да. Когда это происходит? Это страстные пятницы? На предпасхальной неделе, как раз вот во время библейской пасхи, еврейской пасхи, как раз это звучит все, проклятие. Но, в общем-то, как говорил отец Александр Мень, и еврей, и православный священнослужитель, реформатор, он был священником русской православной церкви. В интервью, сам издату тогда, евреи в СССР, он, значит, заявил прямо, что по его исследованию во всех книгах богослужебных, православных, есть тексты антисемитские. Где евреи, по крайней мере, в лучшем случае, они просто оскорбляются, ну это в кавычках лучшим, а в худшем вообще проклинаются. И особенно, особенно, это заметно, как раз на неделе предпасхальной, предпасхальной неделе, страстной седмицы, так называемой, где вот сам обряд похороны спасителя, евреи обвиняются во всех мыслимых, немыслимых грехах. Но знаете, друзья, вот как раз именно вот в чем проблема, что священники читают эти тексты, даже в большинстве своем не задумываясь о том, что они читают. Я когда приехал в Украину первый раз, я благодарю Бога, что вот Украина стала моей второй родиной, вот в 97-м году я приехал в Украину, я родился и вырос в России. И, значит, мое знакомство с Украиной началось с города Львова. Я приехал во Львов, значит, был в Белоруссии в гостях, а потом приехал во Львов. И вот во Львове, по приглашению католической церкви, и я был две недели в гостях у Любомира Гузера. Тогда он был помощником кардинала Греко-католической церкви Украины. Старец, тогда уже был человек старым уже и уважаемым. Я, ну, один из первых священнослужителей, с кем я познакомился тогда христианских здесь, это вот был Любомир Гузер. И две недели у него, когда гостил, я ему рассказывал о своем пути к Богу, о своем служении. Почему я, вот по идейным соображениям, я в 96-м, почему я вышел из русской православной церкви Московского Патриархата. Я рассказывал во всем об этом. Рассказывал о своем первом переживании, переживании Бога, еще юношей. И он слушал, вопросы задавал и немного о себе тоже свидетельствовал. И вот почему я вспомнил сейчас о Любомире. Очень мудрый был человек, слушайте. Вот я его спрашивал, в том числе о еврейском вопросе. Потому что один из вопросов, который в 96-м меня толкнул к такому решительному шагу, как вот именно порвать с русской православной церкви Московского Патриархата, вот это был еврейский вопрос. Один из вопросов. Их было несколько вопросов, но один из них был еврейским вопросом. И дело в том, что еще в 95-м и перед Пасхой 96-го года я умышленно не читал эти тексты проклинающие. Я сидел там и просто перечеркивал многие вот эти тексты. Но опять-таки, это было моей самодеятельностью, будем так говорить. Но, по сути, будучи частью этой структуры, я был виновен против этой структуры. Я был обязан бы эти читать, эти тексты. Следовать этому. Следовать этому. Понимаете ли, я исходил из того, что, во-первых, как христианин, я не имею права проклинать ни один народ. И моя бабушка, мама моего папы, еврейка, кстати, она очень мудрая была женщина. И она правильно говорила всегда, что нет плохого народа, есть плохие люди. Они говорят, что в любом народе есть. И среди евреев тоже есть плохие люди. Но это не повод проклинать весь народ. Слушайте, и я даже священникам некоторым говорил так, моим коллегам тогда, что если даже в еврейском народе представить себе такую картину можем, вообразить, был бы только лишь один Иисус Христос порядочным человеком, все остальные были бы негодяями. Вообще полностью, начиная с Авраама, значит, по сей час. Вот, значит, даже если семья Иисуса, там, Иосиф, Марии, были бы негодные люди. Вот, и весь народ был бы такой. И один был бы такой уникум, Иисус Христос, который за меня пролил свою еврейскую кровь. Знаете ли, ради одного Иисуса я бы любил и уважал весь еврейский народ. И знаете ли, самое интересное, многим священникам эти рассуждения понравились. Но один мне батюшка сказал так тогда про теорий благочинный, что говорит, ну что поделаешь, с волками жить по волчьей выйти. Если система так вот нам повелевает, а кто мы такие? Мы просто винтики в этом механизме. Мы ничего не сможем сделать, изменить. И я понял, я не хочу быть винтиком. Я не хочу быть в механизме. Я просто идейно, сознательно, я принял решение тогда. И слава богу, моя супруга меня тогда поддержала в этом решении. И я принял решение выйти из Русской Церкви Православной. И что интересно, я Любомиру сказал, я как бы к этому подходил. И сказал по поводу евреев, какое ваше отношение и грехо-католической церкви в целом. И он меня поразил, он удивил. Во-первых, я свидетельствую, вот 97-й год, конец 97-го года. Он говорит, я люблю евреев, молюсь за евреев, благоставляю. Ну, говорю, ну ладно, это ваше решение. А в церкви, он говорит, в конце 80-х, он лично, и там еще группа была священнослужителей, занимались редактированием текста всех. Когда был перевод на украинскую мову, на украинский язык был переведен, переведены были тексты. То, говорит, мы, говорит, сотни, даже тысячи фрагментов из писаний, из этих текстов богослужебных мы либо вычеркнули полностью, либо переделали. Вот, а некоторые главы совершенно опустили, и некоторые тексты совершенно заменили другими текстами. Так вот, и он объяснил, что на сегодняшний день вся богослужебная литература, это сотни и сотни томов, переиздана на украинском языке, на украинском мове. И украиномовные приходы на территорию Украины, греко-католические или православные, неважно, кто пользуется этой литературой, они евреев не проклинают, и там нет оскорбительных, значит, для евреев высказываний вообще. Думаю, вот это, да. Знаете ли, и я понял, что действительно это очень революционное такое решение, и очень правильное решение. Вот, и я молюсь о том, чтобы и другие церкви православные, в том числе и русская православная церковь, и другие церкви православные, к этому присоединились к процессу. К сожалению, в 2016-м на том соборе всеправославном вопрос этот так и не прозвучал. То есть, отдельно иерархи, как бы, уже сделали заявление, такие, о необходимости реформ, но в целом общецерковного решения такого не было достигнуто, к сожалению. Я верю, что будет достигнуто. Даже ныне здравствующий патриарх московский в Сеоруси, Кирилл Гундяев, он в бытность еще митрополитом, архиепископом, и потом митрополитом смоленским и калининградским. Я тогда только начинал свое служение в церкви, как церковнослужитель. Это как раз, получается, ну, я уже был священником в 1991-м году в Рязани, и тогда, я помню, приехал в Рязанскую епархию, и там было, знаете ли, как будто потревоженный улей. Священники ходили, перечитывали журналы, перечитывали вот эти статьи, интервью тогда митрополита, или митрополиты, по-моему, уже, значит, Кирилла Гундяева. А почему? В чем был вообще весь сырбор? А в том дело, что, значит, был вопрос поставлен еврейский, впервые, официально, открыто был поставлен еврейский вопрос. И тогда нынешний патриарх московский, тогда он заявил, будучи митрополитом, что, говорит, значит, необходимо пересмотреть еврейский вопрос в духе Второго Ватиканского собора, отказавшись, то есть, от антисемитизма. Вот, я говорю сейчас, сейчас я уже говорю, дай Боже, чтобы вот те слова его были им вспомнены, вспомнены, значит, и чтобы действительно это было совершено. Потому что тогда не проклятие, а благоставение будем пожинать. Не просто не проклинающий, а еще научиться надо благоставлять еще. Вот, тогда будут благоставения. Да, очень интересно и очень, конечно, так содержательно, насыщенно. Важная информация. Ну, вот, хотел бы момент еще затронуть, потом у тебя есть комментарий. То, что мы затронули сейчас в православной среде, о чем вы сейчас говорили, исходя из третьего стиха, то, что мы читали, «Злословенщи тебя я проклину». Да. Если есть такие молитвы, проклятие еврейского народа, евреев, это может пожинать проклятие православное? Безусловно, безусловно. И даже события, нынешние события Крыма и Востока Украины, скажу, во многом это даже не просто сепаратизм политический, во многом это вопрос религиозный, духовный, во многом, я считаю. Очень интересно. И решением, я считаю, будут не просто пушки или ружья. Решением будет примирение и молитва, и покаяние. Решением войны. Война войной никогда не будет решена. Знаете ли, и вражда враждой никогда не будет решена. Но все возможно решиться именно только в духе, и в истине, и в любви. Вот, и примирением, прощением, и действительно, любовь побеждает все это. И покаяние, в первую очередь, церкви самой, в первую очередь иерархов, священнослужителей покаяния. Потому что, сея вражду, сея вот это проклятие, невозможно пожать благоставение. Потому что невозможно действительно вот это все, ну, иначе Бог будет несправедлив. Да, это, ну, это... И тогда слово Божье, оно будет не словом Божьим. Вот, но важно, действительно, и даже священникам порой так говорил, и не раз уже говорил, что пусть нам здесь на земле будет стыдно сейчас, чем потом всю вечность локти кусать. Потому что не только здесь на земле мы пожинаем, правильно вы сказали, да, вот из слова Божьего проклятия, но еще ведь и вечность впереди. Это, 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 это так и есть. Вы очень по-простому сказали, очень по-простому, понятно, ясно. Нельзя сеять проклятие, пожинать благословение. Да, я же хочу благословения. Ну, это, это как бы нонсенс. Нонсенс. И у меня есть короткая историческая справка о позиции Рима католической церкви. Да. Интересно, что официальное отношение католической церкви к евреям изменилось с начала понтификата Иоанна 23-го. Это 1958-1963. Он был первым инициатором официальной переоценки отношения католической церкви к евреям. Папа распорядился, чтобы с читаемой в Страстную Пятницу молитв были исключены все антиеврейские элементы. И что очень интересно, там дальше длинная такая история примирения с еврейским народом и покаяния, но он перед смертью составил такую вот покаянную молитву, я хочу ее зачитать, очень коротенькая. Да, хорошая молитва. Вот его слова. «Мы сознаем теперь, что многие века были слепы, что не видели красоты избранного тобою народа, не узнавали в нем наших братьев. Мы понимаем, что клеймо Каина стоит на наших лбах. На протяжении веков наш брат Авель лежал в крови, которую мы проливали, источал слезы, которые мы вызывали, забывая о твоей любви. Прости нас за то, что мы проклинали евреев. Прости нас за то, что мы второй раз распяли тебя в их лице. Мы не ведали, что творили». И на самом деле, вот дальше, если углубляться в этот вопрос, есть очень много таких изменений в католической церкви, которые они уже на официальном уровне. Да, на официальный, юридический. И это большая заслуга, скажу, и того папы, и вот еще Ивана Павла II. Кстати, в календаре нашей церкви, православной реформаторской церкви, значит, есть вот дата недавно бывшая, 12 марта. 12 марта 2000 года произошло событие, которое, можно сказать, действительно, в ходе всей мировой истории христианства, ну, одно из самых таких значительных. Потому что покаяние тех, что были прежде католической церкви, они были, скажу так, да, читаемы по церквям, но это не было еще вот таким общецерковным, как бы, деянием. Даже события Второго Ватиканского собора, они не имели такой, как бы, силы еще. Но в 2000 году, 12 марта, Иван Павлов II вместе с кардиналами, с епископами официально провозгласил вот эти извинения и покаяния, и спрашивали прощения пред Богом, значит, и перед евреями, и за инквизицию, за вот эти вот погромы, за вот эту всю ненависть от лица католической церкви. Это огромнейшее достижение, я считаю. И нам, православным, необходимо просто-напросто этот пример брать на вооружение и подражать хорошему, доброму этому, я считаю, и вообще всем христианам. Здесь вот скажу, что Ивану Павлу II говорили советники, находились такие возле него некоторые, которые говорили, что вот эти покаяния, как бы, да, вот эти извинения, и так ты часто извинялся, а здесь еще собираешься это сделать вот так вот, в таком масштабе, и без того, как бы, церковь, авторитет порой падает, а здесь вообще мы, как бы, в глазах мира упадем. Но оказалось наоборот. Духовный закон, он вышний, вышний закон. Возвышающий себя будет, наоборот, унижен. Да. Вот. И покаяние для нас, для верующих, это не унижение, это, наоборот, возвышение. Да. Вот. И действительно, после этого авторитет церкви стал подниматься, наоборот, даже в мире. Я бы хотел затронуть такой момент, то, что мы сейчас в основном говорили о традициональной православной и затронули католическую церковь. Да. Я знаю, что вы имеете общение с разными служителями, пастырями разных динаминаций, разных конфессий. Да. Очень разные. И хорошими служителями, хорошими пастырями. Что вы думаете о таком выражении церковный антисемитизм, уже не традиционально православно-католический, но, может быть, разноконфессиональный есть. Современный. Современный есть в России. Харизматистские церкви, десятнистские, баптистские, основные такие. Есть ли церковный антисемитизм? Если да, то как она проявляется? Есть. Как вы это видите? Вы знаете, эта проблема духовная, и она не конфессиональная. Просто в православии из-за древности этой проблемы она выражается очень выпукло, очень ярко. Ярко. Да, значит, так вот, а в протестантском мире проблем... Ну, об этом лучше всего, конечно, Борис Саульч расскажет. Он в этом специалист вообще большой. Но я со своей колокольни скажу так, что, значит, чаще всего все упирается в идеологию замещения, теории замещения. Вот в это упирается. В протестантском мире именно так. Ну, и бытовой антисемитизм, знаете ли. Значит, с этим тоже сталкиваюсь. Даже среди пастырей, даже среди уважаемых и больших пастырей. К сожалению. Знаете ли, эта проблема, она решаема через, во-первых, через Слово Божье. Да, это одно. Но здесь должно быть личное обращение к Богу, личное покаяние, очищение от этого. Это не просто так, даже скажу. Это очень непросто. И надо просто действительно убить антисемитов в себе, покаявшись перед Богом и отрекшись от этой заразы, от этой ереси вообще. Просто-напросто нужно принять решение. Действительно принять решение. Покаяться и исправиться. И научиться благоставлять. Вот, даже если ты прекратишь проклинать, и, допустим, не будешь, вот одно из учений, вот учение о замещении, оно само по себе уже, эта идеология извращена, она приносит проклятие в жизнь. Но надо не только от нее отречься, да, но и надо научиться благоставлять Израиль. Надо научиться благоставлять евреев. Надо научиться, чтобы благоставленным быть. Потому что было сказано, благословляющих тебя... Да, он благоставит. Бог благословит. Благословляющих тебя проклянул. Да. То есть не только покаяться в... В проклятии. Но еще начать благословляться. Такой момент. Может поправите меня. В православной церкви одно из причин молитв проклятия евреев, это потому что евреи распяли нашего Христа. Нашего православного Иисуса Христа. Я правильно говорю? Да, да, да. Это одно из причин. Одна из главных причин. Главных причин. Да, да. А в современной церкви в разных динаминациях это причина, теория замещения. Теория замещения, да. То есть, Бог покончил с Израилем. Сегодня, в наше время, Израиль это церковь. Так или как? То есть, церковь за место Израиля. Вместо Израиля. Хотя, в Писании говорится, что мы среди Израиля насаждены. Верующие с разных народов, мы частью стали Израиля. Привитые. Привитые, да. Но не вместо. То есть, не было замещения, будем так говорить. Обетование есть обетование. Знаете, антисемитизм, вообще, теория замещения, это теория не только против евреев направленная. Она направлена против самого Господа Бога. Почему? Потому что она, эта теория извращает сам образ Всевышнего. Представьте, если Всевышний однажды солгал, если он однажды изменил свое решение, хотя клялся, божился самим собой, своим именем он божился и клялся, и говорил, что вечной любовью я возлюбил. Он говорил, что небо пройдет скорее, там земля, все, значит, основание, вот, все. Но и вдруг он передумал. То знаете ли, для всех неевреев здесь очень тревожный сигнал? А можно ли такому Богу вообще доверять? Я бы такому Богу, каким его порой антисемиты рисуют, даже временно своей жизни не доверил бы. Даже один час бы своей жизни не доверил. Такому несерьезному Богу, который сейчас да-да, завтра нет-нет. А кто его знает? Ему вчера разонравились евреи, а сегодня ему разонравятся христиане. То есть с евреями он закончил. Да. Если он с евреями закончил, то он может закончить со мной тоже. Он и с нами погуляет, а потом скажет, ребята, нет, я ничего не знаю, все, развод и все, и забудем все. И я найду себе другую какую-то, создам конфессию, динаминацию, религию, и вообще все перечеркну, и всю историю. Забудем про все. Нет, это не серьезный Бог какой-то. Наш Бог, истинный Бог, если Библии Бог, да, это Бог и Альфа и Омега, и начало и конец. Он, когда избирает, он не ошибается. Он не говорит, о, прости, нет, я передумал. Нет, он не таков. Он вечный, он видит все, всю картину вечности сразу. И, знаете ли, весь христианский антисемитизм, если брать... Церковный. Церковный, да, церковный антисемитизм, да, он проистекал еще, кстати, еще в четвертом, пятом столетиях из ложных пророчеств некоторых. Вот как раз то, что говорилось, что вот евреи распяли нашего Иисуса Христа. Ой-ой-ой. Ну ладно, это одна болячка. Но, смотрите, были ложные пророчества, что вот знамением того, что Бог навсегда рассердился на свой еврейский народ, является то, что они будут вечно рассеяны. И говорилось, приписывается Иоанну Златоустому еще такая ересь, что вот, мол, лжепрочество, что вот, мол, где. Поэтому никогда больше не будет такого государства Израиля. Никогда евреи больше не соберутся. Вот знамением вечного гнева Бога будет вечное рассеяние евреев по всей земле. И вечное их избиение, поэтому унижение и убийство. Так вот, и вторая часть пророчества говорила следующее, что и никогда больше Иерусалим не будет еврейским городом и столицей еврейского государства. Дамы и господа, получилось так, что в 20-м столетии эти ложные пророчества стали явно ложными. Потому что еврейское государство возродилось в 48-м. В 67-м Иерусалим снова становится столицей еврейского государства. Друзья, вот эти события... Кстати, в календаре нашей церкви, в православном обновленческом календаре, этот год, он обозначен как год 70-летия возрождения Израиля, 70-летия государства Израиля. Потому что это чудо, я считаю, Божье чудо для всех, для кого Библия это слово Бога всемогущего. И некоторые мне говорят, даже из наших порой, вот служителей говорят, ну ведь Израиль был возрожден как государство в 48-м, людьми чаще всего нерелигиозными. Чаще всего даже, ну, будем так сказать, совершенно нерелигиозными, далекими от любой религии, и от еврейской в том числе. Я говорю, друзья, от этого это чудо еще чудесней. Если бы Бог создал бы государство Израиля тогда в 48-м через религиозных, набожных, ультрарелигиозных людей, это было бы тоже чудом, но это было бы меньшим для меня чудом, ведь он создал это через людей, порой даже неверующих. И это прекрасно вообще. Это Божье чудо. Когда вы затронули момент правления антисемитизма не только к еврейскому народу, но по отношению к Господу, то тут мне пришла мысль, помните эту историю апостола, еще не апостола, Савла, который гнал, кого? Гнал верующих? Апостол язычников, потом уже гнал верующих. И кто его осенил? Сам Господь. И что он ему сказал? Зачем ты гонишь меня? Савла, Шалуй, зачем ты гонишь меня? Можно ли это сказать? Какое-то проявление антисемитизма. А в чем? В отношении самого Господа. А, самого Господа. Что сам Господь? Ну, Павел гнал, Павел гнал общину Божию. Он гнал евреев, которые веровали. Это были евреи, да. Он ярый, ревностный, ревностный служитель, фарисеи. Он думал, что служит Богу, кстати, на самом деле, да. И это почему я вспомнил, потому что мы говорили о церковном антисемитизме. Получается, сегодня многие, к сожалению, братья, братья, верующие в Иссенство Христа, не видят Израиля, не видят и не верят, и не принимают как часть тела Мессии, как часть тела Машея. Ну, и, кстати, вот это местописание, где написано, если ты веришь в Бога, любишь Бога, которого не видишь, так, да. А брата своего, которого видишь, не любишь, да, да, да. То ты лжец, наиск, да. Ну, да, как обитает любовь туда. На самом деле, да. То есть, очень интересные моменты мы затрагиваем, очень интересные моменты. Да. Да. И вот, вы знаете, тема нашей передачи это истоки и последствия антисемитизма. Я думаю, что многих заинтересовался этот вопрос, и наши зрители, которых уже много, из разных стран, я думаю, что они как раз и ожидают, чтобы мы с вами как-то охарактеризовали, что же является истоком антисемитизма. Вот этот корень, что это за беспричинная ненависть, что в ней, как мы можем определить, откуда она и на что она направлена. Ну, в общем-то, вот было прочтено в самом начале как раз именно об истоках антисемитизма. Вообще, источник антисемитизма это человек-убийца от начала. Это сатан, это противник, действительно, из ада антисемитизм. Как и вообще любая вражда, ненависть и любая межнациональная вражда в Иисус эту всякую ненависть, эту беспричинную, да, и антисемитизм также, он пригвоздил ко кресту. Он за всю эту вражду он заплатил ценой своей крови драгоценной. И я верую, что для всех нас, евреев, неевреев, вот исцеление наше, наше освобождение, благословение через кровь Машеха, через его страдания, и он действительно для всех нас искупитель. И сегодня я верю, что и для Израиля, и для церкви мы переживали в истории много всяких трагедий, знаете, разделений, я это часто для себя сравниваю с таким разводом, знаете, трагедий, такой семейной трагедии, но я верю в воссоединение, я верю в то, что спустя даже вот эти столетия многие вражды есть сила, способная нас не только примирить, не только, чтобы мы мирно уживались друг с другом, нет, я верю в большее, я верю в любовь, я верю в то, что есть полное воскрешение, полное воскресение и мир, и это все через того, кто действительно является светом просвещения всех народов, просвещающим все народы и славы народу своего Израиля. Да, кстати, то, что Маша сейчас сказала, истокий источник антисемитизма, в народе, в светском обществе понятие антисемитизма, оно имеет такое идеологическое, такое, скажем так, теоретическое, скажем так, ну, конечно же, непрактическое понятие антисемитизма, но для нас, как для верующих людей, это дух, это духовная проблема, да, это духовная проблема, а то, что вы затронули момент врага человека, сатан, дьявол, который ненавидит Бога, он восстал против Бога, он был низвергнут небес, с однотреть ангелами, сейчас демоны, бесы, и, конечно, он ненавидит тех, которых Бог любит, которых Бог избрал, и это касается также церкви, он не любит церковь, истинных, искренних верующих, которые следуют за ищу, и вот это и есть основной, скажем так, враг еврейского народа, и церкви, и церкви, сатан, потому что за антисемитизмом, стоит дух нечистый, и люди порой не понимают, почему они так агрессивны в отношении к евреям, и даже есть такие истории, реальность, что человеку, человек никогда не столкнулся с евреем, и тем более еврей никогда не сделал плохо этому человеку, но из-за одно слово еврей уже проявлять раздражение и гнев в этом человеке. Я даже многим, кстати, и у нас в церкви говорил, что давайте тест сделаем, вот скажи вслух слово еврей, и скажи пару раз еще, еврей, еврей, и вот какие ассоциации, что всплывают у тебя вообще, сливки или всякая гадость, вот, хороший тест, потому что когда мы какую-то идею, мы словом оформляем и провозглашаем, что-то, мы себя слышим, и действительно что-то производит это действие, знаете, как вода, мы ее поколыхали слегка, и словом все колышется в нас, и вот если всплывает всякая гадость, плохие ассоциации, моментально просто надо все это удалять, во имя Христа Иисуса, отрекаться от этого. То есть другими словами мы еще можем сказать, что антисемитизм он связан очень сильно с бунтом, то есть это противление против Бога, это противление против его избрания еврейского народа, его слово, его воли, его желания, и то есть то, что поднимается в человеке вот как бунт, вот мое, я не думаю, что евреи достойны, вот я считаю, что они недостойны, я считаю, что они такие, и как бы человек идет в такой вот контр-отношение с Всевышним, который сам решил, что он благословляет этот народ, и что он его избирает. А многим нашим, извиняюсь, многим нашим евреям, русским евреям особенно, украинским тоже, кстати, проблема антисемитизма знакома еще и изнутри, потому что вот наш советский еврей, как правило, он тоже инфицирован антисемитизмом, очень серьезно, и это такой феномен довольно известный, распространенный, вот даже я скажу, что большая часть таких риянных антисемитов, которые я встречал в жизни своей, это сами были же и евреи, вот это еще, знаете ли, еще раз доказывает, что это действительно духовная проблема, и излечение ее, этой проблемы, не в области даже просто идеологии, а именно духа, хотя наш, вот если брать церковный православный антисемитизм, бытовой, он чаще всего из-за невежества, вот элементарно, Бердяев Николай писал об этом очень четко, что православный антисемитизм, по его усмотрению, это элементарное невежество, и вот я в случае там рассказывал, который стал анекдотом уже, уже ходят по общинам, а реальный случай был, когда, значит, я вот еще будучи традиционным священником, но уже вот намереваясь уже уходить, уже вот обдумывал вопрос уже этот, и тему еврейского тоже поднимал в общении, и вот, значит, с женщинами общаюсь, и там, значит, представляете, среди прочего, я сказал этим женщинам православным, что вот Иисус Христос, будучи евреем, там туда-сюда, как евреем? Батюшка, вы что? Креста на вас нет. Как же евреем? Ну как же, говорю, ну стоп, ну по маме-то он точно еврей. Как? Мама, Пресвятая Богородица, Мария, да вы что? Значит, я понял, что все очень запущено, но я давай там, как бы разъяснять, все разъяснять, в конце концов, ладно, они согласились, те женщины, согласились. Особенно одна из этих женщин была расстроена, самая такая, очень яркая, харизматичная, она, значит, всю жизнь ненавидела евреев, и всю жизнь молилась к Богородице, и на старости лет узнает, что оказывается молилась еврейке всю свою жизнь. Ой-ой-ой. Для нее это был стресс, это все, потерянный день. Но самое интересное, после разговора такого нашего, мы расстались так, вот на такой нотке, они сказали мне, эти женщины, что хорошо, батюшка, ладно, все, Иисус, Мария, евреи, ладно, но наших Петра и Павла, говорят, не трогайте. Не трогайте. Реальный случай, из реальной жизни. Ставший анекдотом. У нас есть вопрос. У нас есть вопрос из Одессы. Из Одессы, да, должен быть вопрос. Да, из Одессы должен быть еврейский вопрос. И вот тут есть даже два вопроса. Один, как вы можете порекомендовать евангельской церкви праздновать шаббат? И второй, относительно нашей темы, связан ли антисемитизм с духом антихриста? Спасибо. Ну, про шаббат, может быть, вам или мне? Ну, можно кратко. Вообще, я, значит, рекомендую, настоятельно рекомендую массу материалов киевской, еврейской, мессианской общины. И это даже не подхлемаш какой-то там или что-то еще. Действительно, просто все разжевано настолько в этих семинарах, в этих вот лекциях, что, особенно, Борисович Хрисенко, другие учителя мессианские здесь, настолько все тщательно разжевывают для церквей, для общин, что не понять просто-напросто невозможно, я считаю. И труднее, наверное, православным нам вот именно вот переломить где-то себя. Протестантским церквям проще в чем-то, потому что есть от чего отталкиваться, знаете ли, есть от чего как бы плясать, вот есть Библия, да, Божье Слово, от него мы исходим, и поэтому проще уже. А так вот, я лично многим церквям, я бываю у баптистов, у писятников, харизматов, адвентистов, очень разных. Адвентистов вообще не проблем, они в субботу так принимают, но понимают ее немного так своеобразно, но как бы понимают ее. Но я говорю так, для нас, верующих, это суббота, семейный праздник. Давайте вот уделим это, многие пастыри соглашаются, знаете, почему еще? Потому что вот выбрать день какой-то определенный, вот чтобы быть семьей, да, женой, детьми, при загруженности пастырского служения, это просто панацея. От многих проблем вообще, и здоровья, и вообще, и семейных неурядиц, и прочее. Это панацея на самом деле. И многие за это хватаются просто хваткой. Слава Богу. Очень интересно. Я бы добавил по поводу празднования шаббата разными верующими, христианами, разных конфессий. Самое главное праздновать шаббат незаконничественно, незаконнически. Ну да. Праздновать в Духе Свободы. В радости. И в центре, и главным в этом праздновании смотреть на господина шаббата, на Ишуа. И он будет раскрывать шаббат лично для вас, таким, каким вы его увидите и поймете от самого Господа. Поэтому мы не празднуем шаббат по каким-то законам, правилам. По правилам, ага. Где Дух Господень там свобода. И пусть, скажем так, для Господа не ешь. Не ешь, для Господа не ешь. Ешь, для Господа не ешь. А второй вопрос, я извиняю. Второй вопрос. Второй вопрос, связан ли Дух антисемитизма с Духом Антихриста? Да, конечно. Это, будем так говорить, по сути, две ипостаси одной проблемы. Дух Антихриста, действительно, это Дух антисемитизма, и наоборот. Вот, поэтому скажу, что для церкви, которая борется с антисемитизмом, для общины, которая борется, противостоит антисемитизму, это действительно еще и как бы решение проблемы с Духом Антихриста. Это сто процентов. Да, это так, это так, да. Давайте пойдем дальше. Наше время уже перешло свои границы, но мы дойдем до завершения. Вы затронули момент рассеяния Израиля. Да. Как проклятие, не вы, но да, да, есть учение. Учение такое есть. Но интересно, Бог рассеял свой народ во всех народах. Да. И опять-таки же, и во всех народах появился антисемитизм. Продолжился, да. И опять-таки же, это стало камнем преткновения. Камнем преткновения. И помните Иешуа. Он кто? Он камень преткновения. Соблазна там, да. Да, и кто преткнется, и на кого упадет. Не дай Боже, да. Я бы вот прочел одно местописание, касающееся народов. Потому что мы говорили о благословении. И в третьем стихе то, что написано, что и все племена земли будут благословлены в отношении в Аврааме, в отношении к нему, как еврей из евреев. Вот в Иоиле в третьей главе с первого стиха. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима. Плен Иуды и Иерусалима. Когда я с большой буквы, сам Господь говорит, я соберу все народы и приведу их в долину Ясофата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля. Да. Вот, друзья, Иоил, третья глава, первый, второй стих. который они рассеяли между народами и землю мою разделили и так далее. Второй стих подчеркиваем за Израиль, за мое наследие. То есть, это то, что мы читали в третьем стихе Бытие 12 главы. Благословляющих тебя я благословлю, злословящих тебя я проклину. Но это относится уже, конечно, к второму пришествию, когда Господь придет во всей славе, и соберутся народы. Кстати, этот текст, один из текстов, который пастор Джон Хагги на последнем собрании провозглашал в городе Вашингтоне, он сам пастор из Техаса, пастор и лидер служения христиане за Израиль. В этом году в июле будет в городе Вашингтоне будет саммит, который будет посвящен как раз церковь Израиля, Израиль и церковь, общество христиане за Израиль. В основном это будут США представлены, но хотя из разных стран мира, я надеюсь, будут из Украины, из России, из других стран мира будут делегаты. Так вот, и это будет 23-24 июля получается, да? Мы тоже зарегистрировались уже там. И как бы тоже участвуем как спонсоры по мере сил тоже в этом саммите. И вот как раз из Иаиля зачитывал как раз Джон Хаги этот стих, что о последнем времени, что действительно это не просто прошлое, не просто современное, вопрос даже будущего. И еще также из книги Захарии, завершающей глава, последней стихи, о втором пришествии даже, что даже при втором пришествии, даже казалось бы, уже многие проблемы решены, но проблем антисемитизма по-прежнему еще будет еще. То есть, мы сейчас касаемся проблем не только прошлого или настоящего, но даже и будущего. Потому что некоторые народы, понимаете ли, не захотят приходить на поклонение Господу Богу в Иерусалим. Но многие народы придут, все-таки там написано. Но те, которые не будут приходить, у них не будет наказан. Будут судили. Вот так вот. Опять-таки, Израиль будет при пришествии второго Иисуса будет лакмусовой бумажкой, по которой будет Бог проверять, что же в нутрах наших, что же внутри наших, не просто наших даже индивидуумов, а даже целых народов. Да, целых народов. И интересно, мы когда готовились к передаче, искали библейские примеры антисемитизма, и на самом деле мы все знаем праздник в Рим, Аман. Это яркий библейский пример. И еще вот мы посмотрели на как раз историю Пасхи или Исхода и нашли там пример антисемитизма. Фараон, когда издал указ о том, чтобы всех еврейских мальчиков уничтожали. Продавление антисемитизма. И на самом деле, вот мы так подумали, что если даже просто убрать Божий план вывести еврейский народ из Египта и оставить эти десять казней, которые постигли Египет, можно подумать, что они были связаны с этим ужасным решением фараона уничтожать еврейских детей. И в этой истории мы также видим еще двух повивальных бабок, которые не подчинились указу фараона. Это очень интересно. Очень интересно. У нас, кстати, была уже тема о власти, всякой ли власти. Я смотрел, я смотрел с большой удовольствием. что подчинение власти, если идет в разрез Слова Божьего, то это как рабство. Да. Это проклятие. И, кстати, пользуясь случаем, тоже хочу сказать, надеюсь, меня сейчас смотрят и православные священнослужители. Моя просьба, убедительнейшая просьба, если вы представитель православной церкви, вы священник, не представитель, а священнослужитель, и если ваши юрисдикции, тексты, если эти антисемитские, которые читаются, будет благоразумно с вашей стороны не подчиниться церковной вот этой дисциплине. И ваше нарушение этой дисциплины, я переживал, молодым священникам тогда, я 20 лет назад переживал, правильно ли я делаю. Потому что я шел как бы в разрез вот ну как бы с тем, что церковь говорит, но вы послушайтесь Бога, послушайтесь Бога, потому что церковь может ошибаться, любая церковь, нет безгрешной церкви, знаете ли, любая церковь может ошибаться, делать неправильные выводы какие-то время от времени. Поэтому важно перепроверять тем словом, которое вечно, которое проверено уже, и Бог не накажет вас, если вы делаете так, как Он говорит. А как люди говорят, это мало ли что говорят, на воде вилами писано еще. А меня, знаете, друзья, я бы хотел бы тоже обратиться ко всем вам, и ко всем нам, и сказать, что тема антисемитизма, то, о чем мы сейчас говорим, не для того, чтобы кого-то загнать в угол, или кого-то унизить, ущемить, или обидеть, или осудить, но для того, чтобы дать возможность каждому из нас выйти навстречу к благословению, и выйти из проклятия, если это относится к нам. Потому что сам Бог, Он произнес благословение на тех, которые будут благословлять род Авраама, Израиля, и, конечно же, церковь. И злословящих сам Бог будет проклинать. Поэтому поймите правильно, эта тема, эта передача не для того, чтобы кого-то осудить, а для того, чтобы дать возможность права выбора, выбирать благословение, жизнь, выбирать жизнь. И, подходя к завершению нашей передачи, я в Брит Хадаша в Новом Завете в послании Римлянам известное местописание, то, что вы знаете, помните, в первом главе 16 стих известный «Ибо я не стыжусь благовествование Машеха», потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. И там же во второй главе скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. И как раз наш сезон благословений и проклятия и наша тема источник и последствия антисемитизма. И, конечно же, сами евреи, они могут быть антисемитами, потому что задавали вопрос антисемитизм, антихрист. и напротив слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Аминь. И вот на такой как бы ноте мы хотим подойти к завершению нашей передачи и мы знаем последствия антисемитизма Адольфа Гитлера, мы знаем последствия антисемитизма вождя Сталина и многих мы не будем сейчас говорить, но мы знаем много-много последствий. И в то же время мы знаем благословение через покаяние та же Германия, которая до сих пор финансирует тех людей, которые попали под геноцид Холокост, и праведники мира, и кстати у нас был на передаче священнослужитель Пятидесятницкой церкви Ростислав Шкиндер, очень хороший служитель, тоже большая семья у него, и он рассказывал такие интересные истории в его деревне, где люди в его селе прятали евреев, рискуя собственной жизнью, и Бог по сегодняшний день благословляет их народ, целое поколение, и процветание, и он нам это рассказывал, и интересно то, что он параллельно говорит, что есть рядом дом, где люди сдавали евреев, немцев, и он говорит, что эти дома не только в опустошении, но люди поумирали, повесились, спились, со всего рода, и сегодня они исчезли, реальная история, наше время, поэтому дорогие друзья, благословение или проклятие, добро или зло, жизнь или смерть, то пусть каждый делает свой выбор, и я бы хотел, чтобы вы благословили молитвой благословения, и помолились за наших зрителей, зрителей, да, может быть, перед молитвой буквально два слова, все-таки, если человек обнаружил в себе антисемитизм, два слова, как короткий совет, как ему преодолеть это, и как ему из него выходить, как бороться с антисемитизмом, вот лично людям, не динаминациям, вот лично человеку. Элементарно даже хотя бы сказать, Богу, прости меня, Богше, прости меня, читайте Библию, Божье слово, обязательно, потому что тогда ваше покаяние будет иметь твердое основание в том, что Бог говорит, вот те местописания, которые, надеюсь, вы для себя подчеркнули где-то, записали, вы их перечитайте, пересмотрите, и вообще читайте Слово Божье, общайтесь с теми людьми, кто тоже вникает в Слово Божье, и действительно Бог очищает нас через покаяние, через наше исповедание, скажите, что я каюсь во имя Иисуса Христа, скажите, я отрекаюсь от антисемитизма во всех его проявлениях во имя Иисуса Христа, отрекаюсь и проклинаю всякого рода антисемитизм, всякую вражду эту проклинаю, вот что, скажите, я люблю Израиль, я люблю евреев, я благоставляю всех евреев во имя Иисуса, и не забывайте в ваших молитвах вспоминайте Иерусалим, столицу еврейского государства, благоставляйте, благоставляйте само возрожденное государство Израиля, в этом году наипаче 70 лет Израилю исполняется, знаете ли, вот, значит, и всячески старайтесь делать противоположно тому, к чему толкают люди антисемитизм, в этом великое благо, действительно, я знаю в России мой друг, один из моих друзей, пастор Валентин Миронюк, сам он западной Украины, и его семья тоже спасал, его родители, праведники мира, да, они спасали ценой своей жизни, многодетная семья, они знали, если придут гестаповцы, там, они всю семью это уничтожат, но они прятали евреев, сокровали, и вот все эти евреи выжили, и стали потом жить в Израиле, подали в Яд-Вашем там заявлении, и его родителям дали медали эти, как праведника мира, я думаю, слава Богу, и потом Валентин мне говорит, вся семья наша в благоставении, говорит, я думаю, откуда у нас такое благоставение, да, евангельские верующие, но ведь рядом другие есть евангельские верующие, но само отношение, Бог, видимо, проверяет нашу суть, кто мы внутри порой, знаете, вот какой-то тест проходим, и Израиль, самый лучший тест, евреи, самый лучший тест, самый лучший тест, к Богу вопросы, да, многие, но читайте Слово Божье, вникайте в Слово Божье, и Бог доткроет вам, и еще из Нового Завета хороший есть стих такой, тоже есть послание к римлянам, чуть позже там записано, в 11 разделе, 29 стих написано, и в дары Божьи, и призвания не приложены, Бог не такой, чтобы меняться, и Он всегда прав, Он видит ситуацию полностью, от и до, и поэтому, избирая, Он не ошибается никогда, и избирая Израиля, Он не ошибся, Он действительно прав, и вся история наша показывает, человечество, что Он всегда прав, и у нас нет оснований не доверять Его Слову, так что, да, и конечно же, добавлю, если покаяние пришло, да, то надо показать плоды покаяния, плод покаяния, да, просто делайте такие, маленькие, ну, уверенные шажки, шаги к добру, если вы где-то столкнетесь, и время, а это будет, то благословляйте, добрым словом, да, и делайте доброе, и Бог благословит вас, да, и если вам интересна эта тема, тоже хотим вам прорекламировать, сейчас есть новый проект, который называется «О чем принято молчать?», короткие видео тех людей, которые столкнулись в своей жизни с антисемитизмом, что из этого вышло, и что произошло дальше в их жизни, не будем раскрывать все секреты, но найдите обязательно в сети «О чем принято молчать?» и просмотрите интересные истории, Да, и перед молитвой у нас есть победитель? Конечно, дорогие друзья! Вам интереснее? Такой вопрос непростой. Вопрос у нас, в нашей викторине, напоминаю, был такой, кто же был родоначальником этих амаликитян, тех людей, которые... Из которого произошел Аман. Из которого произошел Аман, самый такой ненавистник евреев. И ответ нам дали правильно, и в фейсбуке, и в ютубе, но я говорила о том, что мы вознаградим тех, кто смотрит нас в фейсбуке, поэтому подарок отправляется Галине Дзюб, которая ответила, что родоначальник амаликитян был Исаф, брат Иакова. Можете ли себе представить? Два родных брата. И один из них стал благословением, а второй из них, Исаф, он стал родоначальником амаликитян, которые потом, впоследствии, проявляли эту ненависть и даже воевали с евреями. И то, что мы читаем, что Исаф возненавидел Иакова за благословение, которым благословил его отец. В этом мы видим этот корень антисемитизма, этот бунт, зависть, непримирение. Почему он, почему не я, почему выбрали его, почему вот это все, знаете, как накипь на сердце, он это оставил, и это стало его сутью. Поэтому, дорогая Галина, мы вас поздравляем и очень скоро отправим вам сертификат с нашего еврейского интернет-магазина Шафар, и вы сможете порадовать себя и своих родных. Поздравляем. Отец Сергий, благословите, пожалуйста, зрителей, краткой молитвой. И я предлагаю даже помолиться, знаете ли, помолиться молитвой, во-первых, благоставляя Бога и благоставляя Его народ, благоставляя Израиля. Давайте скажем так, к Богу. Если вам не трудно, если вы солидарны с этим моим утверждением сейчас, то повторите за мной такие слова. Скажите, Ты Бог всемогущий, Отец мой, Создатель, Бог Авраама Исаака Якова, я верую Твоему Слову, любящий Отец, благоставляю великое имя Твое, благоставляю Твой народ, благоставляю Израиля, благоставляю всех евреев и все человечество и страдавшееся. Боже, благостави и от всякой вражды отрекаюсь во имя Господа Иисуса Христа, от антисемитизма отрекаюсь во имя Господа Иисуса Христа. Я люблю Израиль, люблю Иерусалим, люблю еврейский народ и благоставляю, соглашаясь с Твоим божественным планом спасения, с Твоим замыслом великим, с Твоим провидением во имя Христа Иисуса, который свет к просвещению всех народов и слава народа Твоего Израиля. Аминь. Благоставляю вас, дорогие друзья, во имя Господне. Священническим я еще раз поеду благоставение и пусть в этом благоставении в этот начавшийся месяц Ниссан знатели, сердца они переполняются этой радостью, этого исхода, выхода и пусть, хотя многим кажется, что выхода нет порой, знатели, но выход есть. Даже если перед тобой море, море раступится, и как вот в православной церкви поется, там песнопение есть такое, Яку по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами гонителя фараона, видя потопляема Богу победную песнь поим вопияше. море раступится перед нами. Вспоминаем, когда мы о чудесах тех, вспоминаем Моисея, героя, действительно, который провозгласил эти слова, как говорится, let's make people go. Это на века прозвучала пасхальная песня, это, знаете ли, я вот люблю эту песню пасхальную, потрясающую, и действительно, он выводит измученных на свободу, Бог ненавидит рабство, и в том числе и рабство антисемитизма, он выводит измученных на свободу, поэтому сегодня, соглашаясь с его планом спасения, просто благодарите Бога, и знайте, что с Богом ничего невозможного нет, с Богом есть выход всегда, из любой, даже самой тупиковой ситуации, даже в пустыне будет обитаемо, если мы с Богом, а Бог с нами. Да, спасибо. Во имя Иисуса. Большое я хотел сказать, я как раз вспомнил, когда вы молились, кровь убиенных евреев, захороненных практически по всей Украине. во всех областях Украины, и я уже не трогаю бывшие Советские Союзы, и так далее. Оно взывает о мести. И я думаю, что вы знаете, что в некоторых, в некоторых, в основном, в большинство памятников, где есть захоронение евреевского народа, миноры, какие-то памятники, там есть эти слова, что месть, слова мести. Ну да, да. И помните, кровь Авеля тоже взяла к Богу. От обмщения, да. Но, что я хочу сказать, дорогие друзья, пролитая кровь Сына Божьего, Ешуа Машеха, взывает громче, и Он взывает о милости и прощении. Да. И есть милость и прощение сегодня для того, чтобы принять благословение и жизнь. Вместо смерти и проклятия. Проклятия в этой жизни и в проклятии в грядущей вечной жизни. Поэтому пусть кровь Машеха, царя Израиля, еще будет действенной в ваших жизнях, в наших жизнях, чтобы проклятие было снято, аннулировано. Оно и снято, оно и аннулировано, если мы прибегаем к Спасителю Ешуа. Это то, что я, когда вы молились, меня толкнуло, коснулось вот это. Поэтому мы выбираем благословение и жизнь. Мы выбираем благословение и жизнь. И вам предлагаем выбирать благословение и жизнь, дорогие друзья. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Отец Сергий, Владимир Сергий. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Очень, очень, очень хорошее общение, семейное, дружеское, я очень тронут тоже и очень рад. Бог благословит вашу семью, ваших детей, вашу супругу, ваше служение. И пусть благодать Божия действует и приносит много плода. И также очень хочется, чтобы в православной, традициональной церкви произошла реформация. Да, да. Через реформацию церковь, в которой вы служите как священник. Да. Чтобы на самом деле люди, они поняли, что, тем более в Новом Завете, в Итхадаша, Бог не призывает проклинать, а Бог призывает благословлять и даже врагов благословлять. И не просто благословлять, но и благотворить. Да. И он не отверг свой народ. И он не отверг свой народ. Да, да. Он не передумал. Да. Будем молиться, чтобы пришло пробуждение. Да. Богу это возможно. Действительно. Да. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Анатолий Эмма у нас будет в гостях. Тему вы узнаете. Мы знаем, но мы вам потом скажем тему. Очень специфическая тема. Спасибо большое. Спасибо. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом.